Друзья, всем привет! Мы думали вчера, но вчера посчитали рано будет, там 2,5 суток, а сегодня уже чуть больше трех суток и мы решили утром их проколоть. А тех мелких архаровцев. Вот она кушает. Ну не скажем так, что у нее прям аппетит такой сверх хороший, но она кушает, друзья. Вот я и насыпал. Я купил ей специального для кормящих свиноматок добавки вот эти, потому что думаю пускай ей будет легче. И сделал ей специального комбикорма, там 20 килограмм. То есть ей пока хватит на неделю вот так. А потом уже буду потихонечку переводить. Хотя у нее для этих пяти архаровцев, вот они. Убрал я, друзья, вот эту вот доску, которая была здесь. Я ее ставил специально для того, чтобы их прятать. И я ее не убирал не за того, что там мне, ну она мешала или ей. Она ей не мешала, просто ну не убирал и все. Вот вчера было время. Убрал ее и все. И они он лежат там спокойненько. Ну не под самой лампой. Я правда лампу еще немножко поднял. Наверное надо еще им поднять. И лампа горит, потому что, друзья, на улице потеплело. Ой, похолодало. И они, ну как бы, стараются под лампу легче. Поэтому я включаю. Пускай горит. И сейчас будем делать им все процедурки. Колем железо. Чтобы не было у них анемии. Гляньте, какие толстячки. Ну, у них молока хватает. У нее 14 сосков, а их всего-навсего... Гляньте, какой толстячок. Вот такой пузатый. Они поели и спят постоянно. Уже такие выросли прямо на глаза. Уколем железо, друзья. Пообкусим им клыки и купили, как он называется? Забыл. Байкокс. Пятипроцентный, да, по-моему? От коксидиоза по кубику дадим. Но мы в прошлый раз брали. У нас здесь продается на, ну, на разлив. Он вот один кубик 5 гривен. То есть это нормально, потому что большой пузырек, если покупать, он хранится полгода. И он очень дорогой. Поэтому хорошо, что мы нашли. Проще так брать. И у него постоянно есть, мы едем. Балаклей продается. Поехали, взяли, сколько нам надо. Единственное, что пузырьки мы... Ну, мы уже знаем. Теперь берем немножко больше. Пускай мы один кубик там выбросим, ну, выльем, но... Зато им полностью хватит. Потому что вот этим мы взяли 10 кубиков. Их было же 10 штук. А когда она... Он его взбалтывает. А когда она осела, получилось, там, 8 кубиков. Ну, мы им по 0,8 налили кубика. И все хорошо. Вот они. Вон один кабасик. Что ты, что ты, что ты, шахта. Шахиня. Друзья, я никак не привык, не перенастроюсь шахиней ее называть. Хорошая мамка. Единственное, что там многие писали, нужно делать станок. Я уже, вот, у меня в планах, в первую очередь, стараться сделать станок для пороса. Потому что, если бы был станок, вот этих двух поросят, она бы не задавила. Хотя одного он именно прямо под ней пробежал. И она на него наступила. Вот то, что я говорил, что я лично увидел. Ну, друзья, все приходит, как сказать, как я всегда говорю, с опытом. И только на своих ошибках можно научиться. Потому что, если бы люди учились на чужих ошибках, то все все делали бы правильно, друзья. Поэтому не ошибается тот, кто ничего не делает. Все, сейчас я уже показывать не буду. У нас на канале есть, как мы обкусываем клыки. Вот такой вот у меня инструмент. Сейчас я вам покажу. Вот, обыкновенные кусачки. Я их сделал дезинфекцию. Обыкновенные бокорезы. И, а вот, друзья, этот байкокс. А, ты уже набрала, да? 10 кубиков. По 5 кубиков каждому сейчас уколем. Вот такой мы кулем железо. Суйферон с витаминами. Тут еще какие-то витамины есть. Ну, мы вот последнее время колем только его. И никаких проблем нет. Это корыто мы приготовили. Ну, постоянно в нем мы делаем. И все. Опа, гляньте, заметил. Браунберн пристает до фасольки. Все, друзья. Будем сейчас доставать. И сделаем процедуры. Дальше уже покажу вам. Так. А ну-ка. А ну, шахта. Пекай. Пекай. А ну, тут открыто. Открой дай. Вот они, видите? Архаровички. А, это же дверь Архаровички. Надо только закрывать. Ай-яй-яй-яй. Эй-яй. Эй-яй-яй. Друзья, ну, самому неудобно, поэтому отключились. Хотя мне помогла. Открывала-закрывала дверь. Она не кидается, ничего. Но она такая, я же говорил, она нервничает, переживает. Вот они такие боролки. Сейчас, 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 у Эльсики. Все, и будем сейчас. Одному сделали полностью все процедуры. Откусим сначала пухи. Колим железо, даем байкокс. И на базу. И все. Вы удобно корыть, потому что одного взяли процедуру, сделали, туда посадили назад. И по очереди все. Все, друзья. Ну, сейчас мы сделаем, уже покажусь. Все, друзья. Конечно, свиньи снимать. Когда делаешь процедуры, тут все. И эти даже малышня, как будто они что-то понимают. Кроу-кроу-кроу-кроу, тут на весь сарай. А ну, давайте. Все, вон они в туалет тут отходили. Сегодня, друзья, уже буду чистить у всех. Давайте, идите, идите. Идите, идите. Идите. Ходят, жалуются. Все, никто уже вас трогать не будет. А ты по запису иди. Сейчас Катя запишет, а я вам покажу всех остальных. Ну, малыш, не сделали процедуры, друзья. Все уже отлично. Все, через 7 дней повторим железо. И все будет нормально. Вот такие детвора. Сегодня буду у нее убирать. А у всех сегодня буду убирать. Такие дела. Так, что они тут окопаются? Колбаса! Колбаса, иди, иди. Давай ты, пяточка, давай, давай. Давай, давай, колбаса. О, все, все, лягла. Сейчас будет кормиться. Они пожаловались. Бегут, бегут. Давайте, давайте, давайте. Переживают они. Больно сделали им. Таким маленьким больно сделали. Они прямо не знают, что и делать. Вот так. О, все. Все, друзья. Как кормежка. А что я говорю? Все, все. Давайте я вам хоть покажу, как тебя не кушать. Гляньте, какие большие. Не, не хочет. Она стесняется, наверное. Ну, друзья, сейчас она их покормит. Вот такие боровки. Все. Ну, вчера праздник был, друзья. Всех с прошедшим праздником. Спас, по-моему, медовый. Я сильно их не разбираюсь. Их три, по-моему. Ну, я знаю, самый основной, 19-го числа. Яблочный спас. Это самый такой конкретный. Мух, друзья, не так, как я думал, что на 70% станет меньше. Ну, где-то на 60% точно стало меньше. Сразу на следующий день. Вчера уже меньше стало. Ну, они же садятся и на липучки, и на вот эти все, что я помазал, тоже они вздыхают потихонечку и вздыхают. Все, у этих, ну, что у рыжухи и у Матильды аппетит отменный. Ну, и все остальные тоже кушают нормально. Единственное, ну, так у нее не сильно хороший аппетит, конечно, но кушает. Вот, я ей сделал чисто ей гранулы. Купил. А это этим архаровцам, ну, всем остальным. И, друзья, вот, что мы еще сделали. Иди, мамка. Иди, иди. Иди. Молочко, там все у них есть. Друзья, там подсказали нам в комментариях мазать маской. Мы уже... Сколько ты раз уже мазала, Зай? Поздоровайся. Всем привет. Скажи, сколько ты раз мазала? Она стесняется. Забыла. Давайте. Вот так, котят, попоказуем. Сколько? Ты позавчера начала мазать, да? Не, вчера. Не скажи, утром и вечером. Короче, мажем мазкой вот этой, что мазали козе. Глазки им. Вот они. Вот они. Купили кошечке такого корма недорогого. Ей очень нравится молочко. А вот в этом супермаркете. Что вы, малышня? Что вы такие котички? И вот, друзья, загородили им, чтобы они нам не мешали. И мы им не мешаем. Вот так. Потому что они вот там под этот залазят. Вот туда. Там еще, ну, не дай бог чем-то придавить. Или что-нибудь. Поэтому мы вот так вот с Катей сделали. И они гуляют здесь. Вон ящик. Там спрашивали, что. Вон ящик мы им ставим. И там обыкновенная футболка моя старая. И они там зажигают огни. Так что такие дела. Маленькие кошечки. А, одна. Две кошечки с большой. И три котика. А, друзья, по поводу еще вот этих таблеток кошки. Мы перестали. Одну ей только дали. Потому что правильно написали нам несколько человек в комментариях. Что может у нее из-за этих таблеток пропасть молоко. Поэтому мы перестали давать. Пускай котятки под... Она же их кормит. Ну, мы реально замечаем, что она их кормит еще. Поэтому мы, ну, убрали пока таблетки. Не будем давать. Пускай еще недельки, две. Ну, будем следить за ней. Потому что я переживаю здесь коты. Я-то их отгоняю постоянно. Они то там сидят, то там. Ну, короче, боремся. Вчера был на базаре. Купил перчика. Сегодня будет Катя делать лечо. И грязку продавали. И я думаю, возьму. Потому что на речку не ездим, друзья. И ловить не получается. То есть, если бы я ездил на речку, можно было бы поймать. Вон она. Им кинул грязки. Ходит, гуляет. Соломки вчера подстелил им новенькой. И этим подстелил. И грязки он кинул. Ну, траву рву еще. Ну, она уже с такими палками. Ну, им нравится. Я думаю, лучше, чем ничего, друзья. Поэтому Катька выходит кушать тоже с ними. А, сейчас еще надо будет кабачков сделать. А, они уже поели. Сейчас уже времени, наверное, больше 10 часов, пока мы приготовили, пока котятам сделали. Ну, время идет. Сейчас Катя пойдет домой, а я порву помидоров ей налечь. И все. Вроде бы, по-моему, мы больше закрыли. А, нет, томат еще будем крутить. Томатный сок мы пьем. Поэтому в двухлитровочке мы будем заливать. Так что, такие дела. Все. Все. Уляглись. А, вон они. Обиженные. Ну, поделали процедуры, друзья. Теперь можно спать спокойно. Уже за этих я вообще не переживаю. То есть, они уходят от нее. Ну, уже им больше четвертые сутки пошли. То есть, им уже ничего не страшно. Они уже, как говорится, прошли и Крым, и Рим, и медные трубы. Так что, такие дела. Сегодня я им уборку сделаю. Тут генеральную. Сделаю дезинфекцию. Ну, я взял его, делаю. Я же говорю там пару раз в неделю. Да. Колбаса. А колбаса такая ручная, свинюка. Да. Вот такая, гляньте. А это злая. Злая такая, вредная. Гляньте, да? Вроде бы ж от одной свиньи, от одного кабана. А характер все равно разный. Вот. Вот все равно. Вот свиньи, да? Вот такая колбаса. Вот такая. Вот так. Пятнышко. Колбаса. Браун Берн. Ну, Брауну Берну, блин, я не знаю, как настроиться зафиксировать. Ему сделать надо кольцо срочно. Потому что он, когда будет сам жить, он будет на диете. Может... Ух ты, вы видели, что она творит. Ты что? Ты что, парубка моторного бежаешь? Ты глянь какая. Браун Берн. Вот так. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Вот такой Браун Берн. Ты не обижай, тебе шелбанчиком. Если что. Ну все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok